Пожар в городе В первом случае можно прогнозировать практически его исход Для этого подобрать необходимое количество спасателей и техники Здесь в лесу такое планирование не сработает Потому что главная хозяйка здесь природа Охрану лесов под пожаром в Самарской области обеспечивают 16 подразделений МЧС По области распределены 17 пожарно-химических станций Таким образом, чтобы успеть вовремя среагировать на возгорание в самых разных уголках региона Все станции укомплектованы специальной противопожарной техникой На них работает порядка 400 человек С началом противопожарного режима работы прибавляется За прошлый год, к примеру, потушили 70 пожаров За две недели до начала особого режима организация дополнительно принимает сотрудников С ними для начала проводят профессиональный ликбез, а потом учения Совместные учения с МЧС, с аварийными спасательными службами До которых мы будем отрабатывать именно действия потушения лесного пожара И предотвращению его распространения на жилой сектор Основная из причин – это неосторожное обращение с огнем В осеннее время произошло ряд крупных пожаров Ввиду устойчивой сухой жаркой погоды, а также сильного ветра Происходило в основном горение травы, камыша Была угроза населенным пунктам Но угрозу, в свое время все угрозы были сняты Из-за аномально теплой весны пожарным уже пришлось немало поработать С начала года леса горели уже 10 раз В каждом из случаев замешан человеческий фактор, говорят спасатели И призывают самарцев осторожнее обращаться с огнем Я хочу напомнить, что буквально два года назад у нас на территории Красноярского района Горели дачные участки, расположенные в районе населенного пункта Новосемейкино Безопасность наших дачных участков, безопасность нашего жилища Зависит от нас самих, от того, как мы будем выполнять требования противопожарного режима А тем, кто предупреждения всерьез не воспримет, придется в лучшем случае раскошелиться на штраф в 5000 рублей А если пожар признают поджогом, то отдыхающим грозит уголовная ответственность С сегодняшнего дня в регионе действует особый противопожарный режим, при котором даже посещать леса запрещено С этого года произошли изменения в правилах, и даже если посещение лесов разрешат, то сжечь в них костры нет Со стороны лесничества составлены графики патрулирования совместно как с МЧС, так и с отделом внутренних дел по районам У нас организовано 5 патрульных групп, которые ежедневно осуществляют патрулирование и пресечение нарушения правил пожарной безопасности В регионе 19 лесничеств, каждый год происходит посадка новых деревьев, молодняка Над созданием зеленых оазисов трудятся сотни людей Чтобы вырастить целый лес, порой не хватает одного поколения Поэтому лучше воздержаться от посиделок у костра, чем погубить так трепетно и заботливо выращенные растения Мария Левина, Николай Сидоров, События